Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры. Очень много незнакомых теперь для меня лиц. Не так часто я и так здесь бываю, но теперь совсем нужно знакомиться заново. Меня зовут Михаил, я родился или родом из Кыргызстана. Почти 9 лет здесь нахожусь, в Германии. У меня одна жена и три дочери, и внук родился. Это первый раз я с вами в статусе старца буду. Но буквально он только родился 8 января, это наша радость, счастье. Я ей благодарю за молитвы, кто подвязался. Меня очень ободрили слова Татьяны, когда написал молитесь. Она ответила, спасибо, что ты сообщил, конечно, будем молиться. Я думаю, еще и благодарят за то, что сообщил о молитвенной нужде. Я это, ну, слава Богу. Благодарю вас за это, да, всех, кто подвязался и участвовал. Да, ну, не знаю, что еще о себе немного рассказать. Достаточно? Да, хорошо. Да, ну, вот в соседней церкви мы трудимся так же, как вы молимся, так же, как вы служим, переживаем друг за друга. Очень радует Настя на свидетельство вообще, когда слушал, вспоминал, когда видел ее еще неверующей, совсем равнодушной к слову, наоборот, отстраняющейся от нас подальше. А теперь совсем так по-другому все. Это очень радует. Да, вон, нашел тебя, смотрю где-то. Да. Хорошо, дорогие. Еще благодарю за детский рассказ. Сестра, спасибо. Он очень подходящий. Доводилось ли вам делать какое-то дело, которое вам не хочется делать? Да, вот, понимаете, что вы должны. Даже, кстати говоря, служителю, это очень знакомо, когда ты должен что-то заставить себя делать. Обычно в этот момент ты не особо радуешься. Ты идешь исполнять свой долг, не имеешь какого-то наслаждения в этом. Я слышал такую историю, когда мама будит сына, говорит, вставай, иди в церковь. Он говорит, ну, мама, почему я должен идти в церковь? Ну, может быть, хотя бы потому, что ты пастор церкви, да? То есть это, в принципе, испытывает любой человек, когда приходится делать то, что не всегда охота, не всегда хочется. И когда такое случается, я замечаю, что люди наполняются особым чувством, потому что мы не бесчувственные, все-таки что-то у нас есть. Если нету радости, то есть другое. И может быть, вы замечали, что, приходя в церковь, вы вдруг не хотите видеть определенных людей. Как-то обходить начинаете, поздороваться, может, не хотите. Или на работу идете, на учебу. А внутренность ваша мечтает, когда же каникулы, когда же отпуск, когда же пенсия, когда же этот уже коллектив поменяется. Или же обязанности мужа и жены надоели. Вот если бы моя вторая половина изменилась, вот ожидания возвышаются, вот если бы изменилось, тогда бы я стал чуть-чуть счастливее, да? Или дети. Ну, это чувство, я думаю, сейчас вы поймете, о каком речь идет, но я не назову его одним словом. Но, кажется, вот если мы затяжно в этом чувстве, тогда кажется, что весь мир уже против меня. Все не устраивают. Знакомо вам, да? Вот мы обратим сегодня внимание на такого человека из Писания, который тоже делал то, что должен. Причем делал верно, делал преданно, но не умел радоваться. Его тяготила работа, несмотря на то, что шефом его был его близкий, родной человек. О ком речь? Это старший брат блудного сына. Мы прочитаем из Евангелия Луки, 15 глава, с 25 стиха. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот, сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Итак, это контекст, так скажем, истории о блудном сыне. Я все же склонен считать, что это история, так как не сказано, что это притча, когда с мусульманами разговариваем. Они тоже сразу вспоминают эту историю, утверждают, что это тоже и в Коране написано, это есть. И о блудном сыне мы много слышим, ну или, скажем, больше, чем о втором. Мы слышали, мы знаем, что блудный сын, понятно, поступил неправильно, взял, выпросил часть имения при живом отце, ушел, расточил, плохо поступил. Но что же со вторым братом, который никуда не ушел, остался в доме отца? И что мы о нем узнаем? Он много лет служил отцу своему. 29 стих мы прочитали. Много лет прошло уже, пока он оставался в доме отца, он заботился, он трудился. Он говорит, никогда не приступал к приказанию отца, представляете? То есть все, что отец говорит, он верно и преданно служит и всегда делает. И сегодня даже, когда блудный сын вернулся, где находился брат его? На поле. Работал в этот день так же. Это очень обычно для него и привычно, это образ идеального работника и сына. Он делал все правильно, все безупречно, если посмотреть с внешней стороны. Отец не мог возразить на это. Он не мог сказать, да нет, сын, ты не так уж верно и служил, ты там не много лет это. Нет, он не возражал, это действительно так. Он действительно много трудился и верно исполнял. Но вопрос здесь в другом. О чем Иисус хочет показать? И вообще, о чем Библия говорит? Слово Божье ведь проникает до глубины сердечной, да? Мы знаем, что оно живое, действенное проникает. И в этом случае не исключение. В этом случае оно тоже раскрывает сердце старшего сына и брата. Кстати говоря, возможно, ты тоже хороший работник, возможно, ты тоже хороший служитель или же ученик усердный и делаешь то, что должен, и делаешь то, что поручают, и верно, и преданно. Но вот что хочет показать здесь Иисус? «Настал момент в жизни старшего сына, который вскрыл сердечные намерения». А какие сердечные намерения? 28 стих мы видим, он очень-то контрастно звучит и выглядит, что сын этот осердился и не хотел войти. «Настал момент в его жизни, когда он осердился, то есть разгневался, пришел в ярость, рассверепел, чувствовал раздражение». Вот что означает это слово. А что же отец натворил, что старший сын не хочет даже войти домой? Он столько лет служил, столько лет трудился преданно, каждый день возвращался в свой дом, каждый день, как в свой, к отцу всегда приходил. Никогда не было такой мысли, сегодня я не зайду в дом. Это дом отца моего, как я не зайду? Но настал такой момент, когда он пришел в дом, к дому, и не хочет зайти внутрь. «Что же такого произошло, что ты не можешь зайти в дом своего отца, в твой родной дом, дом детства твоего?» А он узнал новость. Кстати говоря, сегодня тоже новости очень сильно раздражают. Правда? Я слышал одного брата, он делился, когда в личной беседе, говорит, «Я не могу, когда я смотрю новости, я готов брать сам автомат и идти убивать». Настолько раздражен, настолько озлоблен, что готов стать таким же, о ком он слышит. Итак, что же за новость узнал он? А слуга говорит, «Брат твой вернулся». Это не война, никакой войны не началось. Брат твой вернулся. И это еще не все. Ты знаешь, что когда он вернулся, отец твой, знаешь, что сделал? Он надел дорогие одежды, он надел перстень на руку его, обул его и заколол откормленного теленка. Все ради твоего брата. Братишки, причина пира не ты. Причина пира твой, братишка младший. Посмотрите, какой цинизм у старшего брата. Вот эта новость, она его остановила, он не готов зайти на порог своего родного отца в его дом. Только из-за этой новости. Это все равно, что когда спасают утонущего или тонущего человека, и вот его спасли, достали, а ты говоришь, ой, да лучше бы он утонул. Зачем его спасли? Я не могу этому радоваться. Зачем мне вообще, зачем он пришел, все же было хорошо. Все по плану, скажем так, по моим ожиданиям. Но теперь все пошло кубарем, не так, как я хотел. Знаете, я сразу вспоминаю вот притчу Иисуса Христа на этот счет, когда, помните, господин вышел нанимать наемников на работу к себе виноградник там, и значит, утром вышел, смотрят, люди хотят работать. Хотите у меня поработать? Да, хотим. Соглашаются, идут. Днем выходит, хотите на меня поработать? Да, хотим. К вечеру тоже. И один час только осталось, и он тоже нанял. Пойдемте ко мне, что стоять будете? И они идут и работают. И вот прочитаем Матфея 20 глава с 9 стиха на вот эту конфликтную ситуацию обратим внимание. Смотрите, Матфея 20 глава с 9. «И пришедшие около 11 часа получили по динарию». То есть, те, которые один час проработали, они получили столько же, сколько и было обещано тем, которые целый день проработали. «И пришедшие же первыми думали, что они получат больше». Откуда у них такие мысли вообще? Но получили они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тяжесть дня и зной». Он же сказал, в ответ одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Посмотрите, те, которые весь день работали, они еще утром, когда соглашались, как думаете, их заставили или они без радости пошли туда, чувство долга какого-то, да они счастливы были, что их кто-то нанял. Они договорились, они с радостью пошли работать, но вот уже к вечеру радость их сменилась на ропот, на недовольство, на раздражение. а почему? Ну, мысли у них какие-то появились, о, нам, может быть, получше будет, побольше. И тогда здесь Иисус объясняет эту притчу тем, что хозяин дома он не обижает, у него не было вообще такой цели, он не собирался как-то там разделить из вас, да, но он говорит, что он добрый, хозяин этот добрый, и власть имеет добро делать, а вот в чем же причина твоего раздражения, в чем источник раздражения, причина не в работодателе, хозяин не виноват ни в чем, он просто добрый человек, разве можно обвинить в доброте, а почему? причина в состоянии сердца тех, которые завидуют, если ты завидуешь, вот он ропот появляется, вот она обида появляется, или же еще один пример, Андрей на этой неделе, по-моему, говорил Андах на пример этого человека Ионы, да, вот его Бог посылает туда, где он должен сделать ну, то, что Бог сказал, проповедовать, евангелизацию провести, а тот, ну, не хочет, и, в общем-то, он идет туда из чувства долга, он не хочет туда идти, и то, он не пошел сразу, его Бог своими методами уговорил, у него интересные методы, да, своих служителей вернуть туда, где они должны быть, но вот, когда, когда он все-таки приходит уже, проповедует Неневии, и Бог что-то делает, давайте прочитаем, это книга Ионы, 3 глава с 9, кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедстве, о котором сказал, что наведет на них, и не навел, и Он насильно огорчился этим, и был раздражен, и молился Он Господу, и сказал, о Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей, потому я и побежал фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий, и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии, и ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить, и сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно, прочитайте до конца всю главу четвертую, волосы шевелиться начинают от цинизма, но посмотрите, народ, да, грешники, да, неправедно живущие, да, тяжело прощать таких, да, но Бог прощает, Бог их прощает, и они обращаются, и это огорчило Иона, он говорит, я знал, что так будет, я же знал, я знал, кому я служу, я знаю, что ты добрый, я знаю, что я буду проповедовать, они попросят прощения, а ты их простишь, и это меня раздражает, я не готов прощать, я же говорил, я был прав, ты, Бог, не прав, а я прав, итак, вернемся к нашему главному персонажу на сегодня, старший сын, его не устраивает пир в честь грешного братишки, который вернулся домой, отец простил его, а он этим огорчен, вот тебе и послушный сын, трудился, столько лет трудился, а теперь говорит, я не зайду в твой дом, что вас приводит в ярость, отчего вы злитесь, достаточно ли вам, как говорят, извините, с полпинка, ну, всего лишь несколько слов, чтобы вы уже вышли из себя, или же вы долготерпеливый, но не радующийся человек, сегодня очень много говорят, вот в наше время, в принципе, наверное, и в те времена тоже так говорили, а в наше время, а в те времена еще говорили, а в наше время, то есть, с этими словами мы говорим, как бы, вот мы молодцы, вот мы трудились, вот мы работали, вот мы служили, вот мы, я, я, вы-то сейчас, что, а вот я тогда, да, и тогда мы становимся похожими на этого сына, старшего, посмотрите, в чем же проблема, где источник злобы, проблема старшего сына, у него нет любви к ближнему, проблема не в том, что отец такой добрый, не в том, что отец сделал пир, не в том, что отец сделал пир в честь грешника, проблема не в том, что отец не дождался даже своего старшего сына и начал уже пир, даже это не причина, хотя это все может показаться причинами, но нет, главная причина в том, что он, старший сын, не любит ближнего своего, он не любит братика, он не любит отца, а о ком он думает, когда приходит с поля, давайте обратим внимание, первые слова, которые он говорит, о ком он говорит, отец же его, выйдя, тот не заходит, отец вышел к нему и говорит, заходи, пожалуйста, сынок, заходи, ты что стоишь здесь, это же вообще невероятно, необычно, непривычно, так не должно быть, заходи в дом, и что же он говорит, о чем он помышляет, первые его слова, посмотрите, он говорит, вот я столько лет, служу, вот я, я никогда не приступал приказания, кого он любит, о ком он думает, я столько лет служу, я никогда не приступал приказания, хочешь поговорить о тебе, отец, давай поговорим, давай, у меня есть что сказать, и тебе тоже, а ты, ты никогда мне не дал, никогда, я столько лет впахиваю, а ты никогда мне не дал, где твоя ценность, ради чего ты трудился, о чем ты мечтал, хотел ли ты угодить вообще отцу, не похоже, я была в центре внимания, в центре твоего служения, в центре твоей работы, твои амбиции, твои желания, мне хотелось повеселиться с друзьями, всю жизнь, он работал, живя в доме отца, и ждал, как же, вот мне бы так вот, как мой блудный братишка, пойти бы повеселиться там хоть, пойти бы сделать так, как я хочу, вот что было целью и желанием, это главная ценность, а знаете, когда ценность главная задета, тогда все вокруг виноваты становятся, все стали виноваты, отец, ты виноват, что простил его, отец, ты виноват, что сделал пир, ты виноват, что не дождался, ты виноват, что козленка даже мне не дал, а ему откормленного теленка, ты виноват, ты, я-то тут при чем, я весь молодец, я все хорошо делал правильно, а ты виноват во всем, облудный брат, виноват тоже, вернулся, ты посмотри, наглец какой, еще хватает ему совести в глаза нам смотреть, посмотрите, какое отношение к родным, он так рассержен, что не может назвать братишку своим братиком, не то, что по имени, он не то, что по имени его не называет, он просто его братом, не поворачивается язык, братом назвать, он говорит 30 стих, этот сын твой, это твой сын, мне он не сын, он мне не брат вообще, в тот день, как он ушел, все, и с ним у меня разговор короткий, я с ним не разговариваю, отца ни разу не называет отцом, ни разу, ты живешь в доме отца, ни разу не называет, посмотрите на блудного сына, почитайте сколько раз, он помышляет об отце, как об отце, как он говорит, когда отче, согрешил я против неба, пред тобою, ты мой отец, он в мыслях с отцом, он на устах с отцом, потому что сердце его с отцом, хотя он вдали, а этот, который остается здесь, он ни разу не назвал его отцом, он готов уйти из семьи, из-за своей обиды и злости, он не собирается меняться, я не люблю и не буду любить, я не могу прощать и не буду прощать, я рассержен, я расстроен, я зол, такому сердцу незнакомо сострадание, он не знает, что такое любить по-настоящему, для обиженного сердца и злого все вокруг виноваты, его я очень возвышенно, я весь молодец, вы все несправедливы по отношению, я заслуживаю другого, я достоин большего, чем даже отец мне дает, отец не прав, а я прав. Теперь давайте посмотрим, кого же олицетворяет СС, я его, извините, так назвал себе, старший сын, коротко, СС, да, просто у меня в тексте слишком часто старший сын, старший сын я укоротил, а кого олицетворяет, о ком говорит Иисус? Лука, 15 глава с 1 стиха, он описывает, о ком речь, это контекст, как раз почему вообще заговорили об этом, приближались к нему, то есть к Иисусу, все мытари и грешники, слушать его, фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Итак, мы видим, что к Иисусу Христу шли грешники, мытари, они слушали его, а фарисеи слушали, написано роптали, они тоже находятся рядом, но они не слушают, у них другое задание, они очень справно с этим справляются, сидят, только одну мысль услышал, все ропщит, только кто-то зашел, ропщит, это их привычка, это их жизнь, фарисеи роптали, что грешники приходят слушать, их раздражает, что согрешившие возвращаются в отцовский дом, их не устраивает, что Иисус, называя себя Сыном Божьим, принимает блудных сыновей, дочерей, у них не укладывается в голове, что грешники вперед идут в Царство Небесное, прежде них, которые отработали весь день, которые много лет работали, которые служили постоянно, а теперь эти грешники всего час поработали и что-то получают так же, да ты что, это просто предел раздражения, фарисеи считают себя лучше, они лучше этих ближних, они достойны вечной жизни, фарисейский взгляд на людей не подразумевает любви, фарисейский взгляд на людей подразумевает как раз-таки эгоизм, вот где человек может даже тело свое насажение отдать без любви, по фарисейским закваскам, да, ты можешь соблюдать внешне законы, ты можешь делать много и хорошо, но любви не имеешь, нету в том никакой пользы, полный ноль, ропот это обычное и привычное дело для фарисея, женщина разбила сосуд дорогая мира, ропщут, роптали на нее, Иисус ест и пьет с грешниками и мытарями, фарисеи роптали и говорили ученикам, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками, неумытыми руками ропщут, обижаются, чудеса в субботу, раздражение до такой степени, что готовы скинуть или убить или заговор какой-то готовы придумать, вот сколько злобы, посмотрите, внешне все прекрасно, ну что же там происходит у праведных в кавычках людей, что это за привычка такая, так ли безобидно роптать и раздражаться, посмотрите, насколько пагубно это выглядит, это не безобидно, огорчение, обида, гнев, ропот, раздражение, если вы позволяете этому случаться и не боретесь с этим, посмотрите, какие последствия могут быть, старший сын так и не вошел в дом отцовский, он так и не зашел туда больше, никогда, всю жизнь посвятил, но это остановило его, обида не дала ему войти в отцовский дом, первое, Коринфянам 10,10, не ропщите, как некоторые из них роптали и говорили и погибли от истребителя, некоторые роптали и погибли от истребителя, Матфея 5,20 стих, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то что? то вы не войдете в Царство Небесное». Посмотрите, насколько серьезно праведности фарисейской недостаточно, чтобы войти в небеса, к Богу, в его отцовский дом. Недостаточно быть внешне правильным, недостаточно соблюдать все правильно. Если внутри ты допускаешь подобные чувства, уже можно бить тревогу, уже можно бороться, уже можно стараться, чтобы этого не было. фарисейская праведность возносит лишь в собственных глазах. Это самообман. То есть, я не такой уж и плохой, я столько трудился, я столько делал, я лучше, чем тот, я достойней. Будьте осторожны. все неплохо, если оно так и есть, хорошо, но плохо будет, когда ты увидишь, что Бог любит и других людей, и не только тебя, как мы в детской истории слушали сегодня. А что только один цветочек мне, а ему пять. 1 Иоанна, 3 глава с 11-го. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. То есть вот оно от начала благовестия, от самого начала, чтобы мы любили друг друга. Так Бог заповедал, так Он хочет. И приводит, кстати, самое начало Каина и Авеля в пример. Аж оттуда это благовестие имеет значение. И Он говорит, а в чем же причина злости или где причина несработанной вещи, которая должна была? Почему злость все-таки, если можно так сказать, вышла наперед, затмила доброту? Потому что брат его не любил, потому что Каин был злой внутри себя. Вот почему. Это в нем была проблема, Авель тут ни при чем. Разве опять же повторюсь, можно обвинить в доброте или в лучшем пожертвовании, или в том, что он сделал перед Богом лучше, чем тот брат. Зачем в этом обвинять и убивать тем более? Нет, не в этом проблема, не в нем проблема, а в Каине, во мне, в сердце моем. А если я говорю, что я люблю Бога, а брата своего ненавижу, то кто я такой? Библия говорит, я лжец. Если я кого-то не люблю, обхожу, не хочу поздороваться, боюсь, не хочу встретиться на работе, на учебе, в церкви, не знаю, возьмите любое другое общество, страны возьмите сегодня, это тоже очень тяжело, но это хороший момент, когда можно проверить, а в каком состоянии я пребываю перед Богом сегодня? Я лжец тогда, если я говорю, я Бога люблю, но ненавижу кого-либо, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит, невозможно, вот же возлюби того, которого ты видишь, и мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего, невозможно было старшему сыну сказать, папа, я буду тебя любить, давай, как жили вот те года раньше, вот давай так же пусть будет, он вот его давайте пусть он идет, он говорит, нет, либо ты и его любишь, и меня, итак, безобидны ли твои чувства, когда ты наполняешься злостью, раздражением, нет, вовсе не безобидно, есть опасность погибнуть, есть опасность не войти в дом отцовский, там, где всегда радость, если уста твои уже говорят от избытка твоего сердца недоброе, ропот, негодование, то самое время быть осторожным, самое время положить руку на уста свои, и лучше прийти к отцу и обговорить все, к отцу небесному, который прощает и ропот, и раздражение, только тогда ты сможешь радоваться грешнику, только тогда ты сможешь радоваться и любить в доме отца. Вот она воля отцовская, в принципе, вся эта история, вся 15 глава об этом говорит, когда мы читаем о том, что к Иисусу приходили грешники и мытари, других людей это раздражает, и тогда Иисус рассказывает две притчи и вот эту историю. Первая притча говорит о потерянной овечке, помните? он говорит, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и придя домой созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую отцу. А седьмой стих сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике в одной этой только притче уже даже в нескольких стихах, в двух стихах мы видим трижды повторяется что Иисус хочет донести фарисеям и книжникам, которые ропчут вот какая атмосфера в сердце отцовском, вот какая атмосфера у небесных жителей, которые окружают Бога Отца. Затем о Драхме он говорит с 9 стиха «Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную Драхму, так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». То есть речь идет о радости, смените свое раздражение на радость, да, это непросто, конечно, особенно в этой закваске пребывая, но когда отец выходит и сына выслушал, выслушал его обиды, он тогда поправляет его и говорит 31 стих «Сын мой, ты всегда со мной, все мое твое, в принципе, и козлик, и откормленный теленок, и не один, все». Ну, казалось бы, попроще, мог бы попросить, да, если нужно тебе там. А то надобно было радоваться и веселиться, вот его поправление, вот его обличение, он говорит, ты должен радоваться сейчас и здесь, или как говорят, здесь и сейчас, не по-другому, не там, с друзьями, которых ты мечтаешь повеселиться, вот здесь и сейчас твоя нормальное состояние радоваться брату, который вернулся, с друзьями веселиться, это лишь твой эгоизм, говорит, а настоящая радость здесь и сейчас с твоим братом, с твоей семьей, с твоим отцом, которому ты всю жизнь посвятил, о котором ты и говоришь. И это атмосфера неба, вот мы о чем читаем во всей этой главе, вот о чем хотел сказать Иисус, о том, чтобы никто не был раздраженным и робчущим, недовольным, но все могли радоваться возможности найтись потерянной овце, вернуться блудному сыну. Те, кто отказываются прощать, не смогут радоваться. Есть притча, где Иисус говорит, помните, как одному было много прощено, да, а тот не смог потом простить и 200 динариев, да, и затем он был заточен и не мог радоваться, там написано, он был отдан истязателям. Так вот, когда мы не прощаем, мы сами себя отдаем истязателям, мы сами измучены, мы не находим ни мира, ни покоя, ни радости, потому что сами отказываемся прощать и любить ближнего. Здесь же мы говорим и видим, что Царство Небесное это Царство Радости, ничто нерадостное туда не войдет, ропщущий туда не зайдет. Вот он дойдет, как старший сын, с работы опять целый день впахивал, опять замучился, когда же уже что-то изменится, дошел до порога и все, дальше он не зайдет, он не хочет сам. Итак, дорогие, не отказывайтесь от Небесного Наследия, любите, не сердитесь, прощайте, сострадайте, радуйтесь, веселитесь в общении друг с другом, с Отцом, с остальными его детьми, продолжайте свой труд, но с радостью, не из чувства долга, безропотно делайте то, что вы делаете, или то, что вас попросили делать, делайте с радостью и охотно, иначе нет в том никакой пользы. Последнее в заключении пример, если кто-то смотрел фильм, обещаю дорожить, если нет, советую посмотреть, там, где муж заботится о своей жене, которая заболела болезнью Альцгеймера и забывает вообще, кто перед ним сидит, она просто смотрит вперед и все, она не видит мужа своего, она не знает, что это муж, что это дети, да, и как ему было тяжело за ней ухаживать, ведь он давал обещания ей, когда она была в здравии, когда она помнила, когда она отвечала, но теперь очень тяжело стало ей служить, и тогда в этом фильме показано его обновление сердца, как он услышал голос Божий о том, что ведь у него уже появлялись искушения, там, женщина, которая отвечает ему взаимностью, понимает, с кем он разговаривает, но теперь, когда Бог проговорил к нему, он приезжает к своей жене, которая просто сидит и прямо смотрит, и он понимает, что она его не слышит особо, ну, не может ему взаимностью ответить, но он все же осознанно повторяет эти слова и говорит, я обещаю тебе в здравии, в болезни, как там произносят дальше, в радости, в горе, да, когда дают обещания молодые друг другу, говорит, я обещаю хранить тебе верность и служить тебе, любить тебя до последнего дня моей жизни. Знаете, вот в чем перемена произошла, не когда ты ждешь, что человек поменяется, а когда ты обновляешься, меняешься, слыша голос Божий. Я не знаю, может быть, сегодня есть те, которые приняли это к себе, или вы как от Господа слышали это слово, может быть, это ваша история, ваша жизнь, где вы более раздражительны в семейных отношениях, опять же, в церковных отношениях, на работе, на учебе, или же неохотно работаете, или делаете то дело, и постоянно уста ваши произносят недовольство, может быть, это ваша история как раз. То сейчас самое время сказать об этом Богу, ведь Христос Он Сам никогда так не сделал, Он никогда не роптал, никогда не был недовольным, всегда радовался и всегда принимал всех людей, и Он готов и нас принимать, так же, как отец выходит к старшему сыну, нужно было к младшему, он к младшему бежит, нужно к старшему, он идет к старшему, неважно, все нужны и все приглашены в его дом, и так, может быть, ты хотел бы помолиться, тогда вслух можно это сделать, если хотел бы в этом раскаяться, это очень правильный путь, лучше прямо признать, нежели не войти в отцовский дом, а его атмосфера, это атмосфера радости, пусть Бог благословит нас, аминь Субтитры создавал DimaTorzok